В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Уставом Ивановской области Станислав Сергеевич Воскресенский официально вступил в должность губернатора Ивановской области. На этой неделе ровно год, как Станислав Воскресенский официально вступил в должность губернатора Ивановской области и уже два года, как он работает в регионе. Подводить итоги рано, а вот говорить о том, что сделано Воскресенским или как минимум при Воскресенском, уже вполне можно. На церемонии инаугурации новый глава региона сам обозначил приоритеты и направления своей дальнейшей работы. Улучшение качества медицинского обслуживания и качества жизни граждан в целом, развитие экономики малых городов, сельского хозяйства, создание благоприятных условий для инвесторов, благоустройство территорий. А для всего этого Ивановской области нужны качественные дороги и транспортная связанность с важными экономическими центрами страны. Воспользоваться преимуществом расположения области сможем, когда улучшим транспортную связанность территории. Сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом уже стало комфортнее. Необходимо укрепить связь с Нижним Новгородом, повысить качество дорог между нашими населенными пунктами внутри Ивановской области. Организуем максимально жесткий контроль затрат дорожного фонда. Добьемся разумной экономии предстроительства, а значит приведем в нормальное состояние больше дорог, чем раньше. Что получилось у Воскресенского? Борт 001 «Ласточка» полностью поменял положение дел в Ивановской области. Жителям региона стало удобнее добираться до столицы, москвичам до города невест. Восемь рейсов ежедневно. В августе этого года на перрон Ивановского ЖД вокзала прибыл миллионный пассажир. Обладательницу счастливого билетика губернатор лично встречал с подарками. Была, конечно, очень удивлена. В общем, даже не верила сначала, что я миллион пассажиром. Прошло так действительно очень мало времени и уже столько народа уже перевозки. До северной столицы экономичнее всего добираться на поезде. Комфортнее и быстрее на самолете. Для аэропорта Иваново это самое популярное направление сезона. Пассажиропоток уже превысил прошлогодние показатели. Иваново, Санкт-Петербург первый раз летали. Ну, получается, туда полетели и обратно приземлились. Очень хорошо, очень удобно, комфортно. И то, что есть прямой рейс не через Москву, чтобы нам лететь, а именно с родного города, Иваново, Санкт-Петербург. Очень удобно и комфортно. Из южных направлений фаворит Сочи. Туда летают и по делам, и на отдых. Правда, в следующем году картина может поменяться. Также в этом году мы возобновили авиасообщение с Анапой. И Анапа может даже перегнать, возможно, в следующем году Сочи. Потому что билеты на Анапу к концу мая уже были распространены на 90%. К сожалению, в этом году только у нас 50-кресельные борты летают на Анапу. И поэтому спрос превышает предложение. Мы надеемся, что в следующем году мы сможем увеличить емкость воздушных судов, для того, чтобы все жители Ивановской области смогли воспользоваться возможностью быстро добраться до курортов Краснодарского края. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» позволил отремонтировать беспрецедентное количество трасс. Да, были и остаются вопросы к подрядчикам. Но объемы выполнены колоссальные. Отремонтированы дороги, ведущие к соседним регионам. В этом году мы ремонтируем трассу Иваново-Кинишма. Это направление на Кострому. Закончили ремонт, там 59 километров. Закончили ремонт 35-километрового участка, фактически дублера федеральной трассы М7, подъездка Иваново, через Дейково-Гаврилов-Пасад на Суздаль. И, собственно, в 2018 году начали. И в этом году заканчиваем еще 52 километра ремонта трассы от Иваново до границ с Нижегородской областью. В этом году отремонтировали также еще 4 километра трассы Иваново-Ярославль. И в следующем году у нас в плану дорожных работ еще 10 километров. Таким образом, вот участок также будет приведен в нормативное состояние. В Иванове сходится 6 направлений федерального и регионального значения. Между тем, в ЦФО только два областных центра, у которых нет окружной дороги. Это Кострома и Иваново. В этом году завершено строительство западного обхода. Началось проектирование Восточного. Первый его вариант был предложен еще в 1982 году. По последней информации, в 2020-м к его строительству все-таки приступят. Решение одобрено руководством страны. Проект будет реализовываться за счет средств федерального бюджета. Протяженность 42,5 километра. Ориентировочная стоимость – 25 миллиардов рублей. Восточный обход войдет в состав транспортного коридора Санкт-Петербург-Нижний Новгород-Казань. Это позволит частично разгрузить Московский транспортный узел. Ну и, конечно, улицы Иваново. Вы, наверное, видите, что творится на улицах. Это низкая пропускная способность улиц. Это то, что транзитный транспорт идет через Иваново. Это не только экологические проблемы. Это проблемы, прежде всего, с безопасностью движения. Это человеческие жертвы. Это людской урон. Масса факторов, которые обуславливают устройство строительства обхода Иваново. Восточный именно. Это наиболее кратчайший вариант прохода транзитного транспорта с Владимира на Кострому. Развивать экономику, не развивая транспортную сеть, просто невозможно. Это основа инвестиционной привлекательности субъекта. Появилась «Ласточка» и две крупные федеральные компании перенесли свои структурные подразделения в Иваново – САГАС и Интеррау. Рост грузооборота на автомобильных трассах повышает транзитный потенциал региона. Дает импульс для развития придорожной инфраструктуры. Позитивно можно оценить и то, что развитие межрегиональной транспортной сети, любой водной, автомобильной, железнодорожной – это основа для новых инвесторов для Ивановской области. И можно сказать, что это важный фактор для развития Верхневоложского макрорегиона в целом. Позитивный момент и то, что губернатор делает приоритетом реализацию инфраструктурных проектов для экономического развития малых городов и улучшения уровня жизни их жителей. В качестве примера можно взять подписанное недавно соглашение между фондом Моногорода РФ и Ивановской областью о строительстве автодороги на территории Петровского городского поселения, что необходимо для реализации новых инвестиционных проектов, в частности строительства современного железнодорожного комплекса на территории этого поселения. Рядовые ивановцы для путешествия и деловых поездок выбирают то, что быстрее, дешевле и комфортнее. На поезде, только на поезде я уезжаю. В Рязань. Ну, еще в Владимир. За пределы области ездят только в Москву, на Ласточки, например. А так, в Межгород, на автобусе, например, и все. На машине ездят. Как дороги? Отлично, нормально все. Ну, бывают местами ямы, конечно, но в целом уже лучше стало. А в каких направлениях ездите, если вы себе? Ну, Москва и Нижний Новгород, Рязань, Кострома, Ярославль, Казань тоже. Ну, много куда ездят. А есть позитивные изменения вот именно на дорогах Ивановской области? Есть, однозначно есть. В этом году очень много дорог сделали, везде почти. Это радует. Ласточка в Москву, да, ездили. Ну, мне нравится, комфортно, удобно. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Развитие логистики – все это будет продолжено в следующем году. Работы еще очень много по всем направлениям развития транспортной сети. У губернатора в первую очередь. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.